Уже жизнь. Есть такой ученый, он сказал, что движение лечит все. Но, смотря какое движение, если у нас диафрагма сжата во время курения, мы курим, а диафрагма из этого сжимается. Все знают, что такое диафрагма? Я уж сомневаться начинаю. Да. Есть три диафрагмы. Тазовая, груда брюшная и шейная. Это основные, да? Вот груда брюшная диафрагма у нас обычно, если человек курит или подвержен брюшной сброй, она внутри, она у него скручена, выпает и так далее. При таком, этом самом, движении печени, ну, как бы не особенно влияет на то, что мы двигаемся или не двигаемся. Поэтому для того, чтобы нам печень хорошо заработала, сначала обязательно надо проследить, в каком состоянии диафрагмы. Потому что сама печень находится прямо под диафрагмой. Вы сейчас это вот увидите на это самое. И когда мы с вами будем медицировать, мы начнем не с того, чтобы печень там рассматривает, почему она такая, а мы посмотрим, как раз на диафрагме. И мы сейчас это все должны будем проделать. И вот этот стол задействован, и тот стол принесите, потому что реально надо что-то делать. Вы уже обвинились, и прям как никто. То есть вы в датчик, сидите там, сидите. А мы покажем, я вам сейчас покажу. Вот здесь печень не очень может быть удачно показывала, где-то удачно, где-то неудачно. Что это? Это пленка? Это серезонка. Где вот печень? Плющи пошли. Плющи пошли. Плющи пошли. Плющи пошли. Как же пошли? Так, здесь не позвоночник и... Плющи. 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 Ну, с чем? Медвеси. Плющи. Вы хотите поискать печень? Нет. Ну, так плющите. Отдайте туда, пожалуйста. Отдайте туда. Ну, идите, отдайте туда. Светлана Карелина, а вот мы, вот, не нашу информацию и желание понять, как мы с вашей лице перепрыгнули на печень. Как это связано? Потому что печень разумный орган, как мозг. Да. И мы сейчас это... Я чистил печень, но можно узнать с кем. Нет. Мы не почищать тело, чтобы понять. Но, почему вы первая группа крови? Ну, тоже же вы здесь. Ну, не воююю. Я не фраза была. Но, понимаете, даже вот это мы уже много можем на себя расстроить. Есть посланка. А вот мы, как вы не сказали, а давайте вам пройдемся. Мы еще не закончили. Мы просто... Мы просто проходили чуть-чуть. Да, но четвертая группа, может быть, и джетельный, и пилотный, и вонтонный. И чего? Индивидуальная неприятность и полно. Общие... В общем, да. Она приспособилась, как остальные. Ого. Но, вы даже знаете, понимаете, мы к этому не привязываемся, потому что, когда уходим на галлографическую терапию, там все по-другому. Но изначально, если мы, например, первая группа крови разберемся, да, она очень зависима от животного белка. Да. То есть это говорит о том, что если галлографическую терапию разбирать, ей надо понять, почему она зависима от животного белка. У нее есть потребность покаяния перед животным миром, перед всем. Может быть, и перед человеком тоже, понимаете? Там другой уровень. Который шьет? А? Перед человеком, который шьет? В том числе. Нет, это первая группа. Но, хорошо, Светлана Карен, вот первая группа решила, что она теперь геганной и больше никого не убьет. И она во всем виновата и начинает жрать этот глютен. Не в немедленном качестве. И от этого скопит. Нет, 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 нет. На самом деле, вот эта вот материя над духом уже не имеет никакого значения. То есть она просто меняет группу крови. Она может поменять группу крови. Она может это самую. Вы даже не представляете, как у нас есть пациентка, у вас в прошлый раз не было, наверное, я не буду ее говорить, кто такая и так далее. Она хотела родить своего старого ребенка, 10 лет не могла, старшего родила, 10 лет не могла. И привела свою бюджетную сестру, которая тоже уже лет 5 была замужем и детей не было. Она забеременела, родила ребенка. Сестра? Нет, сама пациентка. Вот. Ну она ходит на эти занятия, а сестра пару раз была, больше не стала приходить. Вот. И прошло 12 лет, как сестра не беременела. И вдруг моя пациентка поняла, что мне порвался при заготовке, и она забеременела. Она это поняла просто. Она поняла, что этот ребенок ей не нужен, поговорила с ним, и его отправила к своей дворной сестре. И та, сидя на ровном месте, забеременела. То есть от святого духа? А? От святого духа? От сестры. Нет. Ну да, новая. От мужа, от мужа забеременела. Но 12 лет ничего, никак не могла. Может быть, надо было снимать по изгравательству, когда-то, все эти 12 лет? Нет, нет, нет. Но самое интересное, что у ее сестры была вторая группа крови, но стала четвертая отрицательная, как у моей пациентки. То есть ребенку не хватало какой-то энергетики вот этой группы, чтобы родилась, изменяется группа крови. Можно? Вы знаете, сейчас она нужна уже не 4 группы, а 6 групп крови. Другая моя пациентка, значит, она уже с мужем была в кондрах, он был олигарх, и там стал гулять. Она это снова сберемила, говорит, что ребенок не нужен. Меня не было, а у нее отклонение со щитовидкой. И она когда пришла ко мне, говорит, я напилась таблеток. Я говорю, ну тебе нельзя было это пить, все равно придется делать аборт. Она пошла на аборт, он сказал на аборт. И после аборта обычного кровотечения никаких нет. Но после абортов она, значит, начала ко мне приходить на иголки и пришла на второй или на третий раз с мужем. Вот сидит ее муж, я ей делаю иголки, говорю, Ленка, ты беременная? И он говорит, как это, там уже в месяц и два, и три ничего не было, да? Уже выпил таблетки, сходил на аборт, и тут еще и беременная. Я говорю, а ты что, девочку не хочешь? Так у них родилась девочка, муж этот ужасный оказался. Потом хотелось им воспользоваться, он сделал паспорта детям Израиль, хотелось туда отвезти от своей жены, чтобы у них взять цитоволовые клетки и вылечить себя от диабета. Да, когда мы это поняли, я взяла фотографию, чтобы поработать домой, поскольку они уже вместе не жили. И вот этой маленькой девочке, которой полтора года, она уже к этому времени говорила, показываю и говорю ей, Саша, ты кто? Она говорит, это козел. В семье, в которой вообще... Да, я тоже подумал. В семье, в которой вообще интеллигентно, никогда таких слов не употребляли, кстати говоря, никакой садик не козел. Я говорю, почему? А потому что он меня не любит. А кто меня не любит, все козлы. Это взрослый вот так ответил на ребенок. То есть, ну, основания у всех неплохие, по-моему, да? И то есть мы вот эту цепочку прервали. Ну, куда, конечно, не поехали дети, и она разошлась, и просто не дизайн дала. Но не в этом суть, а в том, что, ну, как бы говоря, непорочные зачатия, тоже, если ребенку надо родиться, они бывают. Информационные бывают. Информационные у меня вот такие интересные случаи были, когда женщин у... два блондина. Он блондин, она блондинка. Сошлись. У них рождается ребенок негритян. Негр. Негр. Маленький ребенок. И начали искать в роду. Есть кто-то или нет? Начали искать мужа, наверное, сначала. Оказывается, за пять лет до этого она встречалась с парнем негром, и информационный каток остался. То есть, еще раз повторяю, некоторые вещи нам очень непонятные и очень... А это же я где-то читал, что такое, что ребенок содержит какую-то частицу информацию первого мужчины-женщины. Ну, может быть, да. Может быть. Ну, во всяком случае... Начиная ход с первого. Во всяком случае, как у Бешерова, который 8 лет со своим отцом изучил Амурск и сказал, а знаете, это все божественно, я тоже так вот могу сказать, ничего не знаю. Это божественно. Так вот, мы перешли на тот уровень, чтобы опять понять, что такое наше тело, предмет или все-таки динамический процесс. Понятно, да? Если мы будем относиться к нему как к динамическому процессу, то мы увидим некоторые вещи. То даже группа крови меняется. И если человек, например, становится веганом, то это его право может быть. На каком-то периоде он будет отравляться. На каком-то периоде ему будет очень плохо. На каком-то периоде он будет болеть. Но он же сам себя на это обрек самостоятельно. Есть моменты, когда мы сами себя обрекаем только потому, что не знаем, что нам лучше или не лучше. Но в конечном итоге организм адаптируется. За счет чего он адаптируется? Еще раз. Как вы думаете? На счет ответа какого-то, на любое задрожительное должно быть ответ. Но мозг подстраивает питание организма. Так вот, а? Гидкая система. Я поднимаю, если нет, вырабатывается. Адаптация. Опять же, адаптация идет за счет информации, которую вы четко определяете, мое, не мое. Вот определить информацию мое, не мое, это одно из главнейших наших составляющих. И еще раз повторяю, к этому ведет познание. Что я в своей голове имею? Какое мышление? Гомо, гетеро или информационное, которое идет только для меня в единственное время и сейчас, и делает мне какой-то положительный ответственный вопрос. Понятно или нет? Ну, слова понятные. Ну, слова понятные. Теперь на деле. Если человек боится, то чаще всего это связано с, помните, мы кисту проходили, с внедрением кист в определенные места. Одно из первых внедрений кист, это четвертый грудной звонок. Со стороны спины я вам всем покажу, где вы находите. Часто в этом месте мы у детей имеем что? Сколиозик. Если у ребенка нет сколиоза, вот такая прямая вдавленная спина, как бы вот она прямая, то ребенок, несмотря на то, что со стороны мамы и папы нет агрессии, он все равно эту агрессию как бы неправильно. Он ее принимает, воспринимает, как агрессию. Он не чувствует любви. Это проблема кого? Родители или ребенка? Это общая проблема. Но этот малыш может быть более стрессоустойчивый, чем тет, у которого сколиозит. Еще входное отверстие, это район почек. Но дети не ассоциируют почки, как боль в спине. Такие дети будут жаловаться на что? На живот. Ну, живот, у него и тут параллельно вот здесь вот мерзианый почек, который берут сначала где? Здесь. Почешите ему вот тут вот щекоточку чуть-чуть. Не надо так, чтобы... Они обычно очень боятся такой щекотки. Когда вы определяете, что она такая щекотка болезненная, вы так переведите это на удовольствие, на приятность какую-то, да? Чтобы не было страха. Да, и вы будете убирать этот страх у него. У таких детей часто большие вот тут идет застревание этой энергии. Следующее место вхождения. И часто это место вхождения бывает страх из прошлой жизни. Коленки подкашивались. Что ему там три года еще, а у него здесь... Ну, у него коленки еще не подкашиваются, он этого не понимает. Но здесь какая-то может быть метка в виде розынки. Потому что у нас часто входит стресс под коленную ямочку. Это один из частых стрессов. Я, будучи онкологом, очень часто изучала, откуда вхождение идет в вхождение самой онкологической ветки метастаза. Метастаз в голове у молодого человека при меланоме оказался под коленную ямочку. И очень часто, когда у нас идут метастазы где-то вот в верхней части, мы должны поискать где. Это часто бывает в под коленную ямочку. Меланом, это же рак кожи. А? Рак кожи, меланом. Меланом. Нет? Хорошо. Это рак, не только крови, это и кожа. Меланом, это воровато. Это кто? Кожа. Ну вот я понимаю. Я просто, потому что верхняя, она же всей кожи. Или она двое, 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 двое. То есть где-то очаг. Очаг может быть где угодно. Но чаще всего, еще раз повторяю, стрессо-неустойчивые люди, это те люди, которые склонны к онкологии. Это бывает под действием того, что бывают какие-то родовые проклятия. Человек, наверное, скажем, ему это проклятие, потом в этом роду сам родился. Это понятно или нет? Не знаю. И в этом роду у него, скажем, и мама болела, у нее был рак груди, и бабушка умерла от рака груди, и сестра болит раком груди. А он проклял этот женский род. Он этого мог и не знать, например. Но вот это уже должно насторожить вот такая вот система. Такой человек тоже может быть мустрессо-неустойчивый. У него может быть очень много родинок народного. Какие-то родимые пятна большие там. И интересно, что даже те люди, которые сопротивляют, сопряжены с религией, которые дают очень много страха, целые народы могут быть с такой меткой. Например, у мусульман, которые, особенно у женщин, это нельзя, это нельзя, рот закрой, не ходи и так далее. Все связано с позицией страха. Обычно дети рождаются, у них бывает на задней поверхности спины или ягодиц, такое вот пятно, темное пятно. Черножок отсюда идет. А? Ну вот, акушеры же говорят, что это самое. Вот это слово черножок. Это порождение, кстати, страха целой нации о том, что они боятся Бога. Это попустится Бога, это попустится Бога. То есть Бог не сотрудник тебе, а какой-то там палач, да? Вот эти вот отношения жертвы палача, они жизни передают. Поэтому, как мы говорим, метки на теле, они что-то означают? Обязательно что-то означают. Но в это тоже не надо очень сильно подряжаться. Почему? Потому что если мы будем это все усложнять, мы из этого никогда не выберемся. Есть очень простые вещи, которые все сконцентрированы на том, что есть рука, есть стопа, которая является картой всего человека. Вот если у вас на карте руки, например, три линии, а не глубокие, хорошие и так далее, то изначально у вас очень сильная энергия. Если этих практически не видно, и очень-очень много-много таких вот линий мелких, это говорит о неустойчивости вашего характера, о том, что на вас будет влиять все и постоянно. И это нужно будет говорить о том, чтобы возвращать какую-то волю, какую-то веру в себя и так далее и тому подобное. И опять же, кто этому вас научит? Никто. Вы только должны заинтересованы быть самим собой. И не развязывать тело с позиции морщин, с позиции чего-то. В никаком случае зачем это надо? Каждая морщинка, она дорогого стоит на самом деле. Она может радоваться, наверное, где-то в этом плане. А посмотреть на какие-то предметы, которые четко несут информацию, конечно, необходимо. И если особенно это связано с какой-то чувствительностью, с какой-то это... Например, у меня была одна женщина, которая возникала на кончике вот этого пальчика. Раньше же не было очень таких контрацептивных сильных, да? И она говорит, я беременна. Вот она была такая чувствительность, и она на кончике этого пальца, у нее возникал какой-то там зуд. Действительно была беременна. И когда я начала по полю изучать, есть такой предмет, да? Когда у тебя какие-то анод электронные. Так вот пробуют и говорят у тебя то-то и сё-то. Что оказалось, что один из методов определения беременности, это когда тебе вот на кончик этого ногти клайнуть электронки, узнают, беременна тебе или нет. Ясно? Да. За счет чего прорискуют информации клеток друг от друга? За счет бетонов. Бетоны и сапионы – это те вещества, которые дают информацию четкую среди живого организма. Если мы настроены на развитие вот этих бетонов, которые несут к нас лептонов или бионов, то есть это живые информационные поля, то они нам несут такую вот информацию, которая очень динамична, очень быстро меняется. И тогда мы готовы к динамике, которая возникает в окружающей среде. Если же у нас застой какой-то происходит, у нас больше склонность к бетонам, к электронам, мы очень тяжело воспринимаем любую информацию по помощи нас. Опять, запишите для себя такой себе вопрос. Как я воспринимаю быструю смену событий во внешней среде? Тяжело, легко, быстро я на подъем? Или как-то я с собой должен в этом плане побороться, поговорить, уговорить себя? Легко ли я пойду на голод, легко ли я пойду на, там, пригласят меня на обжорство и так далее? Или мне придется себя где-то ограничивать, или что-то? Вопросы, которые бы вы могли бы четко понимать, как себя регулировать в этом плане. Если вы вот эти вопросы для себя раскроете, вы доверитесь телу. Ну, какой-то день оно переест, какой-то день оно не доест. Но оно поймет, что вы с ним общаетесь. И тогда мысль постепенно будет у вас уходить, будет только информация. Сознание, связанное с мышлением, где очень много мыслей, не ваше сознание. Оно не может управлять вашим телом. Оно будет готово идти к любому врачу, или, наоборот, зажаться и ждать любую информацию, что оно сейчас умрет от кого-то, но никогда вам не выдаст то, что на самом деле существует. Есть такая зрительница, моя Гакуал, которой поставили диагноз рак матки, и она решила умереть. Она повернулась к стенке, и полтора года она лежала, осмотрела на стенку. Вот. То есть... Ну, ты? Ну, то есть человек принял, что... Она же вышла в инфекционной комедии. Вот, видите, инфекционный человек это знает. Мало того, она вышла из этого состояния... Она родила дочку, будучи с этим, то есть за полтора года. Она просто поняла, что ничего, наверное, не умирает. Организм ее еще что-то там... Требует даже повесить, попить. И решила просто обратиться к какой-то... Ну, нашел Ницше. Ницше. Это такой какой-то там философ, который описал то, что мы в 14 лет поставили диагноз туберкулый лед с костей, он весь гнил. И мы сказали, в 14 лет их пригласили для того, что пойдут они в армию или нет, в военкомат. Своим там, где-то в Японии. И сказали, знаешь, парень, если ты до 18 лет доживешь вообще-то, то это уже хорошо. Нечего тебе это делать в военкомате. А мальчик был умный, он просто не понимал, что он болел. Когда он понял в военкомате, что он заболел, он как Майя Гугула не стал ложиться и ждать, когда он погодил. Он начал учиться и в 18 лет он уже был не кем-нибудь, а профессором. Что такое профессор? Профессор, это не тот человек, который закончил институт и написал какую-то диссертацию. Он написал две диссертации и еще подготовил кого-то, чтобы эту диссертацию вторую еще кто-то защитил. И для того, чтобы стать профессором, надо подготовить не менее четырех человек. Понимаете, какой он активный образ жизни развел, при том, что гнил. У него был куберлок костей. Что в этом случае сыграло роль? Значит, у Майя Кугулан сыграл диагноз и у Ницца тоже сыграл диагноз. Две совершенно разные позиции. Понятно. И когда она поняла, что ей надо находиться в этой позиции, поняла позицию Ницца, она стала делать упражнения, которые он делал, она поменяла свое мышление, но на свое же, вывела себя на определенный вид питания. И я ее видела 70 лет на кублуках, она читала нам лекцию и стояла в враче в санятях и такая стройненькая, такая милая женщина, совершенно активная, не уставшая и так далее. И маску между тем не вырезала. И что я вам дальше хочу сказать, что чему бы вы не обучались, я все равно как бы нам учительница не вывозила буква, почерк будет у всех абсолютно разным. И самое интересное, когда вот я наблюдаю, когда я писала раньше, приходили ко мне, я там писала пуссье, фамилии, имя, отчество, жалость и так далее. Вот сколько у меня было пациентов, столько у меня было разных почерков. Я сама не могла понять раньше, почему. Потому что я выходила волей-неволей в их поля и я писала их почерком. Я страшно, честно с вами, Карина. А? Страшно, честно. Ужасно. Подделать и было официально. Ужасно, в том-то дело, да. Ну, когда мои опыты с поделами, я была в шоке. Так поделались, я не могла разобраться, что-то моя. Да. Почему я так классно, зараза? Ну, ладно, а что я вам хочу сказать? В зависимости от задачи, которую вы под собой вставите и идет вам информация. Вот какая у вас задача? Обратитесь к своему сейчас кредо, который вы сегодня предоставили. Какая информация должна идти под ваши кредо? Напишите. Или не пишите, поспите. Я же думала. А кредо еще разобрали. Вот не был опоздал. Ну, давайте объясню для вас, пока я с вами не пишу. Мы сюда пришли и первым делом написали девиз или кредо или какую-то установку, которую вам по жизни дает какой-то или мир с окружающей средой. У меня есть, у кого-то такие бывают вещи. Или же оно дает какой-то внутренний ресурс успокоения. Или же оно у вас выводит на какую-то грань определенную. Есть у вас такое? Тужор. Ну, пусть не знаю. Ну, твой, например, шаряфон. У него тужор всегда. А у вас тужор? А у вас тужорка. Ну, ладно. Так, ваша информация может прийти через кого-то? Ну, в смысле, может прийти через кого-то. Но это будет ли ваша информация? Я еще раз повторяю, одна женщина говорит мне, что я все время смотрю телевизор и как бы понимаю, что вот какая-то информация для меня. Да. И это. Да. Вот. Ну, честно, это ли это ее информация или нет? Мы не можем осознать. А нам надо как бы четко определить мое и мое. Это самое главное. Не устану. Мы распределяем мое и мое, когда она получает какую-то информацию и от нее отталкиваемся. То есть, ну, какой-то понятно мое интересное. Если информация не приходит, тебе нечего есть. Да, твой ум, ну, не то, что он спит, но он как бы колыхается в других сферах. Даже если вы ничего не делаете, ничего не думаете, тело ваша ни на секунду не оставляет в себе эти потоки. Там все время идет информация. Но вы же не осознаете? Не выходит на это? Не важно, осознаем или не осознаем, мы должны выйти на разговор с телом, на то, чтобы работать телом, понимаете, на все. У меня не могут это уже объяснить. У меня уже ограничения пошли в том, что вы как это объяснили. То есть тело должно быть как антенна, которая у нее определяет параллельно с информацией? не ум. Нет, информация через ум вообще никак не идет. У нас идет через все тело информация, наша, она перерабатывается, и сердце выдает мысль, и сердце выдает выбор, и сердце выдает ситуацию, привлекает эту ситуацию, понимаете? то, что нам сердцу мило. Ну, то, что мило, притворено. А что не мило? Что пройдет, а будет мило. Все обвинутся, пройдет. Нельзя, насколько все пошлепить-то? Нет, почему? С какой точки зрения? Нет, смотрите, ведь уровень сознания зависит от нашего уровня понимания. Да, если я вот тело, да, знаете, сколько вот людей на низком уровне сознания с прекрасными физическими телами, да миллион, да, там, ну, это же очень видно, он такой целулоидное нечто, все это. Ну, неважно, но есть другие уровни сознания, при котором тело постоянно меняется, но тело не беспокоит, что у него там, это на грани того, что он умирает, он дает телу эту переменчивость, как бы, сделать самому, а не то, что сейчас пугаться, и там, что-то в него слишком сильно нагружать, или там, пить таблетки, или что-то, понимаете, вот этот разговор с телом, он идет, как бы, такой, не напрямую скажет, тело, тело, ты что там, хотя это тоже важно, например, когда у вас слишком сильно идет пот, и он слишком сильно пахнет, это значит, что у вас не хватает кальция в организме, понимаете, тоже как из-за знаний нужны, поэтому, например, у диабетиков очень сильно бывает, вот, подливаясь, они ночью не могут спать, и так далее, добавьте им кальция в организме, что, а где взять кальций, мел что ли жевать, не обязательно, вот эти, продают всякие, жемчуго сделанные, добавки какие-то, да если вы будете их пить, ваш кальций никогда не образуется, надо обязательно дать печете то, что поможет ей образовывать кальций, и если витамин С, который бывает везде, это киви, это лимон, это определенные цитрусовые, там апельсин, по-моему, мандарин, не столько, капуста, все препараты, они не играют, выходят, вот как они, нет, нет, то есть, вся химия, она химия, как было, такая сказка, химический процесс, который создает любая таблетка, это только стресс, само заболевание, тоже стресс, а химическая таблетка, еще больше стресс, и как говорится, кол на кол, вот, и выбивается, что-то из этого, идите по этому пути, хотите, идите по этому пути, а тот путь, который делает само тело, оно будет очень медленным, очень замедленным, но он сделает это так, как надо ему, как правильно ему, самому телу, вообще надо с ним договариваться, иметь доверие, но для того, чтобы с ним договариваться, надо узнать истоки, истоки, потоки, как это делать, самим собой, насколько это рентабельно, насколько это ценно, насколько это нужно в единицу времени сейчас, понимаете, и это все не говорить словами, потому что любое слово образует в смысле форму, а это надо чувствование, на которое четко есть ответ, да, нет, все, а если нет ответа? Если нет ответа, надо спросить, мое ли это вообще тело, мое ли ситуация, мое ли мозги, мое ли информация, это тоже важно, вот это самое трудное, потому что я говорю, самая золотарька проста, но надо, во-первых, начинать с себя, понимать, что я, то есть я, значит, второе, надо быть честным самим собой, и только после этого определишь, мое, не мое, и еще у тебя хватит ли сил принять только твое, которое не всегда симпатично для тебя, и не принять чужое, которое всегда более привлекательно, ну так вот, сейчас мы перейдем с вами к практической залезе, которая заключается в том, что пациент лежит на столе, и мы ему расслабляем трех диафрагм, это мы кладем, мы все время справляем пациенту, одну руку мы кладем под таз, и другую держим на чакрах нижнего этажа, до тех пор, пока наша левая нижняя рука не почувствует пульсацию, значит, реакция пошла, значит, диафрагма начала раскручиваться, иногда это происходит через минуту, иногда происходит через час, давайте не будем торопиться, давайте все, каждый сделает это честно, и я проверю, сделано это было или нет, вторая диафрагма, это диафрагма, у нас грудно-брюшная, мы тоже просто кладем в руки, что происходит, такой физический процесс, внутри все у нас в ликваре, в жидкости, которая имеет определенный заряд, аниона, катиона, помните такие вещи, да, когда мы накладываем одну руку, она заражена положительно, другая отрицательно, и таким образом мы создаем поле для того, чтобы эта жидкость выровняла нам внутренние, значит, вот эти вот слои, которые выстраиваются диафрагмальными, они идут от дуроматоров, от твердой мозговой оболочки, и это все связано со спинным мозгом, иногда просто посидев вот так вот лишний раз, вы можете просто своему ребенку, мужу или жене, выправить целый позвоночник, вот такие простые элементарные вещи, которые мы должны сегодня с вами понять, дальше, мы положили руки сюда, и держим здесь столько, ровно столько, сколько вы должны почувствовать, что пошла вибрация, иногда мы руками слышим больше, чем себе представляем, вот надо эту вибрацию тоже посмотреть, отличить, это мы ввели организм в стиллпоинт, когда сама пошла там какая-то работа, или это все-таки общая целостная картина, тоже мы по ходу соберемся, и третье, это подержать здесь руки, мы сегодня с вами еще должны повторить крайне сакральный ритм, поэтому там валяются у нас какие-то шарики, надо их еще немножечко надуть, чтобы вы почувствовали, если вам разрешит ваш оппонент, и с головой поработать, то ни в коем случае мы головой не касаемся, на шарике мы изучаем, как это у нас происходит, голова, дыхание головы, как она отторгает наши руки, притягивает, но на деле мы головой не касаемся, просто мы должны знать, что мизинчик у нас находится на сосредоточке, который находится под ухом, а большой пальчик находится там, где начинается у нас, угол глаза, где начинается у нас желчный пузырь, и вот если мы с двух сторон будем держать вот так вот руку, это получится, как будто пианично знают, говорят, как будто это яблоко держат, то мы на каком-то этапе почувствуем это дыхательное, ритмическое передвижение, и тогда мы будем видеть, что у него с головой, потом я индивидуально подвезу, скажу, нормально это или нет, потому что если нормально, то в минуту сколько раз у нас будет? приближение. Шесть. Шесть. А если ненормально, то меньше или больше. И если больше, это невроз. Человек может сходить с неврозом годами и этого не замечать сам. И мы на прошлом занятии уже этого касаемся. Те, кто не был, ничего страшного, потому что ваши руки все знают. Обо всем, о чем мы сегодня рассуждаем, ваше тело уже давным-давно знает. Живете, слава Богу, миллионы лет. Другой вопрос сейчас. Уберите из себя какие-то ненужные, если, по-другому, страхи, или что-то там не то, у меня сегодня я не готов, вчера я не выспался, завтра денег не будет. Все это отметаем, и спокойно ложимся, и работаем. Вот. Еще раз возьмите, просто посмотрите визуально на печень. Потому что, чтобы мы четко себе представляли, что мы будем делать. Еще раз изучите, по какой системе у нас общается сердце, печеночные и желчного кузыря, меридианы с телом. Ну и, соответственно, головной мозг, управляющийся системой печени, тоже будет потом рассмотрен. Так, слушай внимательно. В этом атласе только одна диафрагма, вот эта вот. Во всех атласах везде такая диафрагма. Нигде вам не укажут. Это специфическая остеопластическая методика, по которой мы там можем увидеть диафрагму. А так атлас этого не дают. Не, ну, официально Литин признает три диафрагмы. Мало того, любой труп расходите и увидите. Ну, покажите мне диафрагму. Есть? Есть. Ну, а как вы думаете о самой Литине, если бы не было, взяв проблемы. Все бы пешки, матки, все бы выпало. Ну, мужчинам хорошо, у них уже выпало. А женщинам все делать было бы тогда. Где? Вот из-за того, что в медицине не рассматриваются нужные вещи, из-за того, что там в преподавании идет одна буква, очень много получается у нас проблем. Я одну генерацию привела к своей знакомой, там, в ПВД, к своей знакомой гинекологу. Я уже знала, что у этого, у этой генеральши, но мне не хотелось это озвучивать, понимаете, сразу расстраивать человека. А моя подружка, Ирина, гинеколог, посмотрела ее и сказала, что нужно. И генеральша так понравился, она говорит, вы знаете, у меня проблемы с толстым кишечником. Причем, мне она этого не сказала, генеральша, хотя я увидела. И тут Ирина говорит, что я гинеколог, типа, какое мне дело до вашего толстого кишечника. Когда я сказала, Ирина, между маткой и тонким кишечником 5 миллиметров расстояния, на что она, я намехнула, что там прорастание идет какой-то опухоли, на что она мне вследовала. Я гинеколог, и больше мы с ней подружками не были. 5 миллиметров разъединили нас. Да, 5 миллиметров разъединили навсегда. Дело-то в том, что в зависимости от задач и строится картина. Если хирурга научили вырезать что-то, вы не придете, он вам таблетку не назначит, он скажет, иди, пусть это будет терапевт. Если терапевту сказали, что ты никогда в жизни не вырежешь аппендицит, он этого и делать не будет. А вы должны убрать и аппендицит. Причем, кто из вас читалки этого самого я давала по-моему про как раз где приставщиково-фасоль назначено. Врач попал в какое-то там в Америке в село, где нет, не было совершенно ничего. И был у пациента нагновение аппендицита. Все, перетанет должен был быть. И не было никакой фасоли там, чтобы его посадить на эту посадку и так далее. Он просто пошел, набрал ковыли в поле, сделал ему отворот для ковыли и сказал, в какой позиции ему лежать. И у него через неделю прошел аппендицит нагновившийся, тот, что должен был дать притамин. Если вы хотите что-то сделать, вы сделаете. Мне пришлось роды в поле принимать, когда я совершенно не готова была, никаким акушером не было. Причем я со здоровьем работала, со спортсменами. И пришлось все виды, так сказать, практики иметь. А если бы сидеть только онкологом или только хирургом, все, ты ни за что не отвечаешь, ты только должен хорошо вырезать. Ну, чаще бывает так. А что мне еще не выписывают? Да вот, что-то у вас там ножницы забыли, еще полежать и немножко будет растворяться. И еще и так бывает. Задача номер один. Сейчас, пока готовится чай, принесете и все хором, людей достаточно, все хором садитесь, и вот бошли сюда тоже, и будем делать практику для того, чтобы расправить диафрагму. Никаких отговорок, что я не надел брюки, что я там сегодня лысый пришел, не принимаю, не принимаю. Понятно, да? Диафрагма должна быть услышана обязательно и позоветивая. Маркелина, а вот начнем под коленой чашечки с кистами. Вот вы сказали, там, если в почке, то потереть пятый стул, а под коленой пляж. Стоп, стоп, мы для чего сейчас делаем расслабление диафрагмы? Чтобы мы поработали потом полностью с печенью. Там будут и кисты, там будут и издравления и так далее. Чтобы убрать кисты с печени, мы должны расслабить диафрагму, потому что диафрагму нам не даст, если она за грудку. Поэтому после того, как мы расслабили диафрагму, мы постараемся убрать кисты, и только после этого будем делать медитацию. А вопрос был такой. Про подколенную чашечку. А, подколенную чашечку относятся к почке. Сегодня мы не... Ну, то есть на самом деле, если киста уходит через подколенную чашку, он все равно трехступный, чтобы почки росло. Да, мы все равно работаем с почкой. Вот, смотрите, давайте, раз мы уже это выкоснулись, а это чаще бывает, чем все остальное, потому что в конечном итоге печень здорово живет, она все перебрасывает на поджелудочную, а поджелудочную перебрасывает на почку. Так вот, почка, она часто приходит в свою, так сказать, первичную негодность с таким признаком, как мочекислый диатез. Что такое мочекислый диатез? У вас вдруг начинает болеть ахилл, у вас вдруг возникают пяточные шпоры, у вас вдруг возникает уплотнение в районе стопы, там, где вход почки, да, вы наступаете, а там чего-то какой-то, вы идете к ортопеду пройдете. Что-то у меня тут конструкция это дело. Мозоль. А? Мозоль. Мозоль, да. Вот, так вот, в чем проблема, в чем проблема, точка, почка приходит в недостаточность, возникает проблема мочевого пузыря. Мочевой пузырь очень сильно бывает у это самое, вот тоже головной боль он дает необычную, приходится на курицу, почему умные люди когда думают вот так делают, а когда в раке вот так, папа говорит, надо подумать. А у меня человек вот так вот сделает, почему? Расправь себе мускулис протерос, это мышцы гордецов, он откроет вход в каналу, меридиана, мочевого пузыря, который часто дает боли в спине, это уже говорит о недостаточной цепочке, и этот меридиан дает уже у нас вот здесь, он проходит вот здесь и дает полное впечатление, что это пятка болит, и дает шпоры, а на самом деле недостаточность почечна. Сначала она выражается просто в энергетическом недостаточном, потом у вас обнаруживают песочек, потом он обнаруживает камень, еще что-то, когда почка не может с чем-то сработать, понятно, да? То есть причина мочекислого диатеза, то есть проблема с почкой, да, потому что здесь проходит, изначально, здесь проходит, здесь проходит беретян мочевого пузыря, причем он из сдвоенного, раздвоенного здесь концентрируется, это значит, почка сильная недостаточность, и вы когда просто руками начинаете такому человеку нажимать на эту точку, он говорит, как хорошо, уходит киста, но если вы пережмете, он вас просто ударит будет боль, будет легаться, а вот китайская точка, это же точка молодости под коленкой, вот точка молодости она здесь, ну а я думала, что здесь, вот здесь, как она называется, хангуэ какая-то, здесь хангуэ, а здесь хангуэ, по-моему, их прижигать любят, прижигают, у всех китайцев просто здесь, как у Ильусов здесь это, у них здесь чернота, они все прижигают, прижигают. А с калкарина, когда болит свод, тогда что там, мне сказали, что это споджелудочная страница, вот это место, да, это недостаточность споджелудочной зубы, избыток мельзиана желудка, обычно бывает при сахарном диабете или при несахарном диабете. Чем несахарное и сахарное? То есть, как вам так можно? Диабет это просто нарушение, нарушение этого самого обмена веществ, и это надо объяснить по какому признаку, вот и все. Но это не всегда болит, это обычно, как правило, связано с питанием, просто надо понять, что именно. Как правило, ко мне приходят люди, и когда я вот так вот загрузки беру и их уже допрашиваю, это йогурты. Если человек много йогуртов есть, особенно любит, знаете, такое там, попить, с зерном, с малинкой, подслащеным, там, до месяца хотел сказать. Моя мама. Нет, до месяца, как его называют? Данон. Данон, да, и весь мир подождет. А он как до леса там действительно пищенку разрушает. А на самом деле ныльзиан желудка это еще обиды, глубокие обиды. Вот это не надо забывать. Когда начинают парить, надо просто посмотреть, над чего я обиделся, над кого я обиделся. Потому что эмоциональный фон мы не отменяем, а ставим на первое место. Ну так, что? Сначала ляжем, а потом чай пьем, вместо чего чай пьем? Чай.